Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Урок номер 256. Lesson number 256 out of 365. Итак, номер один. Повторение. Давайте напишем. Номер один. Повторение. П. Курсив. П. П. Т. Р. И. Е. П. Повторение. Here we review vocabulary or grammar. Итак, первое предложение. Я хочу с тобой пообедать. Я курсив. Looks like that. Я хочу с тобой. Instrumental case. С тобой пообедать. П. П. Б. Дать. Победать. Я хочу с тобой пообедать. I want to have lunch with you. I want to have lunch with you. I'm talking about one-time action. I'm not saying that I want to have lunch with you every day. Нет. Пообедать is about one time. Хорошо. Второе предложение. Она хочет пообедать с ним. Она хочет с ним пообедать. Again, one-time action. Пообедать. Пообедать. Она хочет с ним пообедать. She wants to have lunch with him. Пообедать. Again, a verb imperfective. С ним. Instrumental case. With whom? With him. С ним пообедать. He wants to have lunch with him. Хотеть. Хочет. Хотеть is imperfective. So, я хочу. I want right now. This is my wish right now. Process. This is not a one-time action. So, я хочу. I want. Она хочет. She wants. Идем дальше. Номер. Следующий пример. Он хочет пообедать с ней. Он хочет. Хочет. In the Russian language, sentence structure is not strict. So, we can put Он хочет пообедать. We can use the verb after Он хочет пообедать. Here, we said С тобой first. С ним first. And the verb We put it at the end of the sentence. Here, we can use the verb first. Пообедать Пообедать с ней With her. С ней. The meaning is the same. Он хочет с ней пообедать. With whom? With her. instrumental case And пообедать is the verb Imperfective. Хочет Imperfective Because it's not one-time wish. It's happening here right now in present. Он хочет or in general he wants to have one lunch with her. Хорошо. Номер два Новые слова. This is N Coursive Новые слова. New words. Новые слова. New words. Итак, первое слово у нас слово список. Список Список is a list Список list Победа 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 is victory Победа Виктори Победа Решение 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 Знаете это слово? Do you know this word? Решение is a decision Решение decision И последнее слово Расходы 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 are expenses Расходы Expenses Номер три Родственные слова Words from the same family R Курсив Родственные Родственные Слова Слова Родственные Слова Words from the same family Родственные Слова Итак Давайте начнем со слова Let's begin with the word Одну секундочку With the word Победа Victory Победа Победа The cursive looks like that Победа Победа is victory And the word from the same family as победа is победитель of course Победитель 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 Победа Победитель Victory Winner Победитель Расход Так Нет Секундочку Непобедимый is the third word Непобедимый 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 is invincible The one who can't be Invinced Да Непобедимый He's so strong and he's invincible Непобедимый И последнее слово The verb Победить 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 And победить means to win Победить To win Идём дальше Номер четыре Прилагательные 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 Adjective And today's adjective is Окончательный Окончательный Давайте напишем Окончательный 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 is final Definite Окончательный Final Definite Окончательный Например Окончательный список Список This is the last list The last draft Окончательный список Окончательный список Feminine is Окончательная Давайте Хотя оранжевым напишем окончательная. А cursive, maybe you know, we write it like that. Окончательная, let's use the word победа, victory. Победа, окончательная победа, the final victory, the definite victory. Окончательная победа. Мютер is окончательная. Окончательная. And here we can use the word решение. Окончательное решение, the final decision. Окончательное решение. Решение, окончательное решение. And for plural, we will use the word расходы, that we already have here. Расходы, expenses. And we will say окончательные расходы. Да. Окончательные расходы. Final expenses. The final amount. Final sum. Окончательные, 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 окончательные расходы. Final expenses. Отлично. Номер пять, грамматика. Пять, грамматика. Г, cursive. Гра-ма-ти-ка. Грамматика. 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 Grammar. Грамматика. And today we are going to talk about the verb целоваться. To kiss with someone. To kiss each other. Целоваться. Давайте напишем. Ц-ла-ва-ться. Целоваться. Целоваться. This ся means self. So, целовать without ся means to kiss somebody. Целоваться. To kiss each other. Целоваться. And this is imperfective. 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 And perfective is поцеловаться. With pa. По-це-ла-ва-ться. Поцеловаться. So, with the prefix pa. Поцеловаться. Целоваться. Поцеловаться. And so, поцеловаться is perfective. So, process, resolve. Something that is done regularly, one-time action. Something that is happening right now. Ну, они целуются. They are kissing right now. No present for perfective. Например. For example. Первый пример у нас. Он не умеет целоваться. Он не умеет целоваться. He can't kiss. He doesn't know how to kiss. Он не умеет целоваться. This is not one-time action. He doesn't know general how to kiss. So, we use the verb in imperfective. Он не умеет целоваться. Он не умеет целоваться. He doesn't know how to kiss. Он не умеет целоваться. Он не умеет целоваться. Хорошо. Второй пример. And the second one is with perfective. Они поцеловались в лифте. Они поцеловались. One-time action. Finished action. They kissed in an elevator or in a lift. Они поцеловались в лифте. The action is finished. Done. So, we use the verb perfective. They kissed. Finished. Хорошо. Дальше. Они целуются. This is simple present. And we will use imperfective in present. Because we don't have perfect present in perfective. Они целуются. Целуются. Они целуются. They are kissing right now. Они целуются. Or, они поцеловались. The action is finished. Done. Они поцеловались. Они поцеловались. 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 They kissed. Perfective can be used in future as well. And it would mean one-time action in the future. Like, они поцелуются завтра. They will kiss tomorrow. It will depend on the context. Они поцелуются завтра перед всеми. They will kiss tomorrow in front of everybody. We will use perfective because it will be one-time action in the future. Хорошо. Идём дальше. После грамматики у нас номер шесть. Вопросы и ответы. В. Курсив. Вопросы и ответы. Ответы. Questions and answers. Вопросы и ответы. Итак, вопрос. С кем ты целовался? С кем ты целовался? Ц-е-ла-вал-ся. Целовался. С кем ты целовался? With whom did you kiss? Literally. С кем ты целовался? Давайте ответим. Я целовался с Аллой. Я целовался с Алла. Алла is feminine. To make it instrumental, replace А with ОЙ. С. With whom? With Алла. Аллой. Аллой. Я целовался Аллой. I kissed with Алла. So, с кем ты целовался? With whom did you kiss? I'm not saying it in perfective because I don't know if it was one-time action or it was not one-time action. So, I ask in general. With whom did you kiss? С кем ты целовался? Я целовался с Аллой. Instrumental case here. And the verbs. Verbs here are in imperfective. С кем ты целовался? Я целовался с Аллой. Очень хорошо. Идем дальше. Let's continue. Следующий вопрос. Где вы впервые поцеловались? When was the first... Where was the first time you kissed? Where it happened? So, one-time action, right? This is why I will use the verb in perfective. Где вы впервые поцеловались? По-целовались? По-целовались. 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 Где вы впервые поцеловались? Where did you kiss for the first time? One-time action. This is why поцеловались. Впервые for the first time. Хорошо. Давайте ответим. В Париже. This is prepositional case. Because it shows us a location. В Париже. Париже. Where? In Paris. Париж will become Paris in prepositional case. Идём дальше. Номер семь. Фразы. Phrases. F. Фра-зы. Фразы. Phrases. Фразы. Итак. Первая фраза. And the first phrase is... Договорились. Д-А-Г-А-В-Э. Cursive. Д-А-Г-А-В-А-Р-И-ЛИ-СЬ. Договорились. Договорились is agreed. Or we have a deal. Договорились. Good. Agreed. Договорились. Вторая фраза у нас... До встречи. The cursive. До встречи. Встречи. До встречи means... Till the next time we see each other. Literally. Basically, see you. До встречи. See you. Хорошо. Следующая фраза. Наш начальник хочет поговорить с нами. N cursive. N. Наш. Начальник. 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 хочет. Хо-чет. 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 Поговорить с нами. П-а-га-ва-рить. Поговорить с нами. С нами. Наш начальник хочет поговорить с нами. Our boss wants to talk with us. To talk once. We are talking about one-time action. This is why the verb here is an imperfective one-time action. Наш начальник хочет поговорить с нами. He wants to talk with us. Идем дальше. Номер восемь. Диалог. D. Cursive. D. И давайте начнем наш диалог. Во сколько ты завтра свободна? Во сколько в cursive? Во сколько ты завтра свободна? Во сколько ты завтра свободна? At what time are you free tomorrow? Во сколько ты завтра свободна? Свободна. And we are asking here a woman because it's feminine. Во сколько ты завтра свободна? At what time are you free tomorrow? Во сколько ты завтра свободна? В восемь часов. В курсив. В восемь часов. Пойдем в кино. Пэ-курсив. Looks like that. Пойдем. Пойдем в кино. В кино. Пойдем в кино. Will we go to the cinema? Do we want to go to the cinema? Пойдем в кино. And the answer is Посмотрим. Посмотрим. Пэ again. Посмотрим. Посмотрим. We'll see. Посмотрим. We'll see. This is a very common word. Посмотрим. We'll see. When you don't want to know what to answer, or you don't want to give an answer yet, you can say Посмотрим. We'll see. Посмотрим. Хорошо. И номер девять у нас последняя часть. Короткая история. Короткая. Короткая история. История. A short story. Короткая история. Итак, первое предложение. And the first sentence is Мой отец очень умный человек, и он всегда может что-то посоветовать. Мой отец. Am cursive. Мой отец. Отец. Очень умный человек. Умный. Умный человек. Мой отец очень умный человек, и он всегда может что-то посоветовать. И он всегда, он всегда, всегда, всегда может что-то посоветовать. Что-то посоветовать. 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 Мой отец очень умный человек. My father is a very smart person. И он всегда, and he always, so the verb will be in imperfective. Он всегда может что-то посоветовать. Окей. Not here. Он всегда может. He always can. This может, here is in imperfective. Всегда может. So, может is in imperfective. Imperfective, sorry, one time action. I'm sorry. Так. Может is imperfective. And imperfective is used with the word всегда. Always do something. Всегда может. Always can. Not сможет. Not perfective. Imperfective because he always can. Всегда может, imperfective, что-то посоветовать. To advise something. To advise something here is in perfective. Because I'm talking about one time action. Что-то посоветовать. Something to advise. You always can. Imperfective. Always. Что-то посоветовать. Something to advise. Something specific to advise. Хорошо. Следующее предложение. Я обсуждаю с ним свою работу, учёбу, но я никогда не обсуждаю с ним мою личную жизнь. Я обсуждаю, я обсуждаю, 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 you обсуждаю, sorry, я обсуждаю, я обсуждаю, I discuss, я обсуждаю с ним, с ним, here I use the verb in imperfective, that means that I often do that, да? Я обсуждаю, I discuss with him, с ним, instrumental case, я обсуждаю с ним, instrumental case, так, я обсуждаю с ним мою работу, так, здесь будет видно или не будет видно, мою работу, я обсуждаю с ним мою работу, мою работу, работу. This is accusative case, I discuss what, my job, my work, мою работу, an accusative case, мою работу, учёбу, again, accusative, учёбу is, учёбу, учёбу is my studies, my... учёба, my problems at the university, this is учёба. Хорошо, хорошо, учёбу, но я никогда не обсуждаю, но я никогда, never, никогда, никогда, even if it's never, still we will use the verb in imperfective, even if it's never, but it's still not one-time action, and it's not finished, so we will use the verb in imperfective. Но я никогда не обсуждаю, об-су-ж-да-ю, обсужда-ю, 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 но я никогда не обсуждаю с ним, с ним личную жизнь, личную личную жизнь личная жизнь is personal life личную жизнь it is in accusative because I don't discuss what personal life accusative case давайте ещё раз прочитаем мой отец очень умный человек и он всегда может что-то посоветовать my father is a very smart person and he always can advise something я обсуждаю с ним мою работу учёбу I discuss with him my work my studies но я никогда не обсуждаю but I never discuss никогда and the verb in imperfective even with никогда if it never happens still imperfective с ним with him instrumental case личную жизнь accusative case личную жизнь is a accusative case хорошо that's all for this lesson спасибо большое за внимание увидимся с вами завтра чмоки-чмоки I'll see you next time I'll see you next time